Два дня назад на спешно организованной пресс-конференции высокопоставленные китайские чиновники объявили, что они собираются массово снижать процентные ставки, как и ФРС США, Национальный банк Швейцарии, Банк Канады и Европейский Центральный банк. Народный банк Китая стал последним центральным банком, который начал паниковать из-за ухудшающихся условий. В отличие от других, Китайский Центральный банк даже не пытался сделать вид, что это незначительное событие. Напротив, их основной целью было показать, что это крайне важно. Снизив практически все возможные ставки, чиновники явно старались показать, что Пекин больше не собирается шутить. В этот раз они настроены серьезно. И это сообщение было услышано всеми. СМИ подняли шумиху. Некоторые рынки взлетели в ответ, как это всегда бывает на краткосрочной перспективе, в том числе и биткоин. Но не обманывайтесь, этих мер недостаточно для китайской экономики, и им придется смягчать свою политику и дальше. И вот почему и китайские акции, и криптовалюты, и другие рынки реагируют ростом. Так они выражают надежду на то, что Китай начнет массовое финансовое стимулирование экономики. Так, например, фондовый рынок Китая вырос сильнее всего за последние два года после этих заявлений. Заявление о том, что Китай собирается запустить пакет стимулов для оживления экономики и рынков. Ну а как насчет предыдущего пакета? Или того, что был до него? А как насчет десяти других стимулирующих пакетов, которые тоже должны были оживить экономику, но так и не смогли? Чем хуже дела в Китае, тем больше они снижают ставки. И раз уж китайцы снизили ставки настолько, то это о многом говорит. Поэтому мы рассмотрим, что именно объявили китайские власти, как рынки отреагировали на это в краткосрочной перспективе, и самое главное, рассмотрим доказательства того, что все это просто театр. Однако здесь стоит отметить, театр именно для экономики Китая, а не для биткоина, который всегда выигрывает от дешевых денег. Снижение ставок – это реакция на серьезные слабости. И китайцы только что сильно снизили ставки. И сделали это после того, как ФРС США снизила свою процентную ставку. Мы поняли, что что-то происходит, когда два дня назад китайские власти поспешно организовали и объявили пресс-конференцию. И сразу же после этого они снизили ставку 14-дневного репо, которая не является критической. Но как мне кажется, это был сигнал, что на пресс-конференции будут анонсированы более серьезные изменения. И это практически гарантировало, что власти объявят о новых снижениях ставок. И Пан Гуншен, глава Народного банка Китая, действительно это сделал. Но вот в чем фокус. Это не было их главной целью. Настоящая цель заключалась в том, чтобы просто объявить общественности о том, что власти собираются что-то с этим делать. И главное, что они собираются делать много для того, чтобы внедрить в общественность уверенность. А началось все со ставки МЛФ, среднесрочного механизма кредитования, которая была понижена. За последние 10 лет МЛФ был основным инструментом Народного банка Китая. Но не для того, о чем вы подумали. Это был скорее инструмент коммуникации, чем денежно-кредитной политики, с помощью которого Центральный банк посылает сигналы общественности. Они собираются снизить ставку МЛФ на 30 базисных пунктов. Ставка 7-дневного репо будет снижена на 20 базисных пунктов. Рынки и аналитики ожидали снижения на 10 базисных пунктов, но Пан Гуншен сказал, нет, мы снизим сразу на 20 базисных пунктов с 1,7 до 1,5%. И еще одна очень важная ставка, которая называется RRR, или же Reserve Requirement Ratio. Это норма обязательных резервов. То есть сумма, которую крупные китайские банки должны держать в резерве всегда. И каждый раз, когда власти объявляют о снижении этого показателя, что происходит довольно часто, особенно за последние 12 лет, и это должно о многом нам сказать, мы слышим истории о том, как это высвободит огромные потоки наличности в экономику. Деньги теперь свободны для оборота, их не нужно держать в резерве, их можно вливать в китайскую экономическую систему. Но на практике это никогда не происходит. Однако Пан Гуншен объявил, что RRR будет снижен на 50 базисных пунктов. Для крупных банков он будет снижен с 10% до 9,5%. В дальнейшем они могут снова снизить его на 25 или даже 50 базисных пунктов в этом году. Естественно, и биткоин, и другие рынки, особенно китайский фондовый, отреагировали на это неплохим ростом. Пан Гуншен также отметил, что базовая кредитная ставка Народного банка Китая, LPR, будет снижена на 20-25 базисных пунктов. Он не уточнил, когда это произойдет, а также не уточнил, будет ли эта ставка по кредитам на 1 год или на 5 лет. Ставка на 1 год больше связана с корпоративным кредитованием, а 5-летняя ставка привязана к ипотечным ставкам. Скорее всего, это будет 5-летняя ставка, если не обе сразу. И, вероятно, снижение будет ближе к 25 базисным пунктам, учитывая все, о чем идет речь. Они также объявили и о ряде других мер, включая, например, то, что Народный банк Китая предлагает покрыть 100% кредитов местным правительствам на покупку непроданных домов, количество которых растет. Раньше было объявлено о том, что Народный банк Китая покроет 60% кредитов под низкие процентные ставки на покупку этих непроданных домов. Это указывает на то, что проблема усугубляется. Продажи домов и земли с тех пор резко упали. И у местных властей нет возможности тратить много денег на что-либо. И они действительно не хотят усугублять свою задолженность, особенно перед центральными властями, такими как Национальный банк в условиях всех этих неопределенностей. До сих пор 60% покрытие не работало, что неудивительно, и теперь Национальный банк увеличивает его до 100%. Они также объявили о еще одном стимулирующем пакете для спасения китайского фондового рынка. На этом фоне шанхайский индекс отскочил от своего февральского минимума в 2700 пунктов пару недель назад, предвосхищая именно то, что власти объявили сегодня. Налицо инсайдерская торговля. Теперь власти заявляют о выделении еще 800 миллиардов юаней на какую-то программу спасения фондового рынка. Плюс к этому мы получили объявление о возможном создании фонда стабилизации рынка. Мы получили массу снижений ставок, массу программ поддержки экономики и рынка. Хоть это и не совсем грандиозное фискальное стимулирование, но со стороны монетарной политики было сделано практически все, о чем могли бы мечтать экономисты или рыночные спекулянты. Вот почему мы получили этот недавний рост на рынке, и это уже называют финансовой базукой Китая. На этом фоне и шанхайский индекс вырос на 4%, и цены на медь выросли на более чем 3%, и даже сталь выросла более чем на 3%, а биткоин на этом фоне вырастал практически до 66 тысяч долларов. И это не первый раз, когда начинается этот спекулятивный порыв покупать на каждом объявлении о стимулировании, потому что вдруг на этот раз оно действительно сработает. Хотя до сих пор это никогда не происходило. В прошлый раз это было вот здесь, в феврале. Да, мы немножко отскочили, но продолжили падение после. На самом деле в этой истории есть еще много интересного. Речь идет не столько о снижении ставок, сколько о более глубоких изменениях в самой структуре китайской банковской системы, и не только центрального банка. Иногда трудно понять, кто сильнее реагирует на эти объявления о стимулировании. Спекулянты на медиа, биткоине или стали? Или это экономисты, которых цитируют в западных СМИ? Потому что некоторые из их реакций на сегодняшние новости были просто восторженными. Вот, например, такая статья. Это будет день, который запомнится в китайской монетарной политике. Народный банк Китая анонсировал целый ряд мер от снижения процентных ставок и нормы обязательных резервов до предоставления средств центрального банка для покупки акций инвесторами. Каждый шаг сам по себе очень значителен. Принять все их одновременно – это крайне необычно и говорит о срочности, которую ощущает в Пекине, чтобы предотвратить дефляционные риски и вернуть рост ВВП на 5% в этом году. Именно это сказал Чанг Сю, главный экономист по Азии в Блумберг. Они оценивают, что эффект составит около 0,2% к росту в 2024. Так почему же они так возбуждены из-за всех этих снижений ставок? Нужно спросить всего лишь зачем? Зачем радоваться тому, что никогда не работало в Китае раньше? Фактически вы можете увидеть на всех примерах китайской системы, что снижение ставок в лучшем случае для них не имеет смысла. Это касается не только текущего периода, но и времени до 2008 года. Давайте сосредоточимся на снижении нормы резервов для крупных банков, потому что именно они вызывают столько ажиотажа у людей сегодня. Как выразилось одно СМИ, Центральный банк Китая снизит норму резервов для банков на 50 базисных пунктов в ближайшем будущем, высвободив 1 триллион юаней, что эквивалентно 142 миллиардам долларов для новых кредитов. И если это так, то в Китае, должно быть, была одна большая сплошная инфляция за последние 12 лет, потому что за этот период они снизили норму резервов с 21,5% до 10%, даже 9,5%. Так что они более чем вдвое сократили норму резервов за последние 12 лет, и никакого экономического ренессанса, возрождения не произошло, не было никакой инфляции. Был только провал и дальнейшая дефляция. Мы говорим о 12 годах. Ни одно из снижений ставок для Китая за это время не сработало. Китай идеальный пример того, насколько это абсурдно, насколько это просто чистейший театр. В лучшем случае можно сказать, что снижение ставок это реакция на слабость. Так что когда мы видим снижение ставок центральным банкам, все, что мы знаем, это то, что центральный банк видит эту слабость, и действительно понимает, что она на самом деле означает. Но давайте рассмотрим доказательства. Давайте сравним норму резервов крупнейших банков с объемом китайских кредитов и общим объемом кредитов в юанях в китайской системе. Если вернуться к периоду до 2008 года, вы увидите, что китайские власти действительно начали поднимать норму резервов где-то с середины 2006 года из-за того, что в Китай начало поступать огромное количество денег из-за рубежа. Бурно развивающаяся китайская экономика достигала своего пика. Для Китая все складывалось удачно, включая и то, что в банки поступало так много наличностей, что они рисковали утонуть в деньгах. Чтобы обуздать инфляцию до того, как она вышла из-под контроля в Китае, китайские власти повысили норму резервов в крупнейших банках 7,5% в середине 2006 года до 17,5% в конце 2008 года. И сработало ли это? Ограничило ли это рост кредитов и экономики, и потребительские цены? Ну, конечно же, нет. Рост кредитования увеличился примерно с 15% до 18% в годовом исчислении. Он фактически ускорился в этот момент. Потребительские цены в этот же момент выросли с 2-3% в годовом исчислении до 8% в 2007. Далее рост кредитов и потребительских цен начал замедляться в ноябре 2007. Но это было не из-за повышения РРР китайскими властями, а из-за того, что Китай столкнулся с первой волной великой рецессии и мирового финансового кризиса. Народный банк Китая понял, что обстоятельства изменились только к середине 2008 года, вот в этом моменте. По всему миру глобальная экономика переживала сильное сокращение, и это повлияло и на Китай. Поэтому, реагируя на эту слабость, Народный банк Китая в 2008 году снизил норму резервирования РРР до 15,5%, а затем после рецессии 2008-2009 они снова начали повышать ее, доведя до 21,5% к июню 2011. Это не принесло большого эффекта и не оказало значительного влияния в последующие 12-13 лет. С тех пор и до сегодняшнего дня ситуация только ухудшалась, как с точки зрения кредитов, роста кредитов, так и экономического роста, а также снижений нормы РРР и других ставок, которые просто-напросто следуют за этой слабостью. Каждый раз, когда рост кредитования замедляется, власти в конечном итоге реагируют, признавая эту слабость, и реагируют снижением нормы РРР еще больше. И смотрите, как мы с тех пор катимся по этому показателю вниз. А СМИ при этом восторгаются огромными объемами денег, которые освободятся после очередного снижения РРР, и которые можно будет направить обратно в экономику, но эти деньги так и не доходят до этой экономики. Все продолжает замедляться, и делает так уже 12 лет. В начале 2021 года норма РРР снизилась до 12,5%, и за последние несколько лет с июля 2021 Национальный банк снизил норму РРР с 12,5% до 9,5% сегодня. Но рост кредита в юанях продолжает замедляться до рекордно низких уровней, раз за разом обновляя минимумы. Так что же хорошего в снижении нормы РРР? Это, как я уже сказал, в лучшем случае бесполезно. И почему такой хайп вокруг этого, я искренне не понимаю. Если мы посмотрим на инвестиции в основные активы, которые в значительной степени зависят от условий финансирования, особенно со стороны частного сектора, то увидим, что до 2008 года инвестиции в основные активы росли и продолжали расти, даже когда власти значительно увеличили норму РРР в период с 2006 года по 2008, вот здесь. Эти инвестиции продолжали расти, как указано вот здесь красной стрелкой, и двигались вверх, пока не началась глобальная рецессия. И затем, когда стало ясно, что Китай не избежит этой депрессии, как многие думали, включая сами китайские власти, инвестиции в основные активы начали замедляться с 2011 года до сегодняшнего момента. И норма РРР просто следовала этому замедлению, тоже сокращаясь. Причем неважно, идет ли речь о частных инвестициях или общих инвестициях в основные активы. Слабость с тех пор продолжала накапливаться, экономика продолжала замедляться, инвестиции продолжали падать. Власти лишь реагировали на это снижением процентных ставок, но снижение ставок не работало, экономика замедлялась еще больше. После чего власти снова реагировали, еще больше снижая процентные ставки. Итак, по кругу. Сравните нормы сбережения банков и ВВП Китая. Мы не наблюдали замедление роста ВВП в то время, когда ставка РРР повышалась в 2006 и 2007 и в начале 2008. А затем, что важнее, в 2011 году, как я уже говорил, Китай оказался незащищенным от скрытой депрессии. Так что с 2011 года ВВП продолжал замедляться, как ты видишь на этой оранжевой диаграмме. И Национальный банк следовал за этим замедлением, периодически снижая ставку РРР. Это черный график. Это значит, что снижение ставки РРР не обязательно ведет к росту ВВП. А вот замедление ВВП может привести к снижению ставки РРР. Так действительно ли снижение ставки для Китая это такой позитив, о котором пишут СМИ? Конкретно для китайской экономики. И ни одно из этих средств не оказалось эффективным за последние 12 лет. Почему мы продолжаем называть это стимулированием? Но если говорить о политике процентных ставок, то когда видишь только слабость, а в арсенале только инструменты процентных ставок, тебе просто приходится снижать ставки в ответ на эту слабость. Именно поэтому ставки в Китае движутся только в одном направлении. Вы когда-нибудь замечали это? Их никогда не повышают. Они движутся только вниз, потому что экономика Китая продолжает медленно и неуклонно деградировать. Но за последний год, особенно последние 6-7 месяцев рынки, а особенно рынки облигаций, начали сигнализировать о том, что это медленное ухудшение китайской экономики может ускориться. И в этом заключается множество негативных потенциальных сценариев для Китая. И именно на это сейчас реагируют китайские власти, они тоже видят эту слабость. Они видят растущие дефляционные риски, которые уже не просто риски. И они чувствуют, что нужно что-то делать. Но в их арсенале только театральные меры по снижению ставок. Снижение ставок там, снижение ставок тут, снижение ставок повсюду. Спекулянты на некоторых рынках купились на это, СМИ взорвались, экономисты были в полном восторге. Но это не изменит ситуацию в Китае. Снижение ставок, как мы уже разобрали, это просто-напросто реакция на слабость, причем серьезную. Так что единственные две вещи, которые стоит отметить в этом, это то, что китайские власти сделали много снижений ставок. И то, что в любом случае придется включать печатный принтер. А это уже хорошие новости для биткоина. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok